Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Христос Воскресе! Воскресе! Сегодняшний день, братья и сестры, радость пасхальных дней еще для нас является утешительной, что мы празднуем сегодняшний день память преподобного Германа Архимандрита Святогорского, особый угодник Божий, особо потрудившийся в нашей святой обители и как внешний ее благоустроитель, так и духовный. Каждый из нас знает из жития преподобного отца Германа тот случай, когда его только-только поставили игуменом, и он, убоявшись трудностей управления обителью, хотел отказаться от игуменства, и ему явилась Божья Матерь. Рядом с нею стоял Николай Чудотворец и патриарх Герман Константинопольский покровитель отца Германа от пострига монашеского. И Божья Матерь с тростью в руке, улыбаясь, сказала ему, что ты унываешь, малодушный, не ты в этом монастыре игумен, я здесь игумене, а все, что ты тут творишь, творишь по моей воле, как трость в моей руке. Возобновитель Святый Гор, преподобный Арсений Архимандрит, он 15 лет устроял святую обитие, он построил покровский храм, заложил Успенский собор этот и в недолгом времени скончался после закладки. А как расстроил этот собор Архимандрит Герман, именно его труды в этих стенах соборных мы сегодня, братья и сестры, видим воочию. И он не только его строил, он здесь молился. Он стоял на месте перед престолом, где сегодня стояли мы, духовенство. Именно с этого вона, откуда сегодня говорим слово, он когда-то обращал слово к братьям и к паломникам Святой Обители. Мы сегодня прошли по территории обители. Он неоднократно проходил по этим дорожкам и сегодня прошел иконой своей, святыми своими мощами. Прошел тоже обходя Святую Обитель, не только смотря, все ли здесь в порядке, но и ограждая ее своим молитвенным заступлением. Ведь Божья Матерь не просто ему явилась, когда он хотел отказаться от игуменства. Божья Матерь дала всем нам понять, что он здесь нужен будет, как игумен. И поэтому сама Божья Матерь уговорила его остаться на игуменстве. Более 30 лет он возглавлял Святую Обитель и умер в хлопотах. Он, объезжая стройки, традицию имел, поехал уже еле-еле больной и слабый смотреть на строительство спасого скита в Борках. Но он доехал только до Славянска. Там ему стало уже плохо. И врач сказал, что у него легкие на волоске висят. Его потихоньку, пешим шагом, везли уже сюда в Святую Обитель. Он пожелал возвратиться, а не в больнице там остаться в Славянске. И боясь даже как бы лишь до сотрясения его организму уже больному, такому слабому причинить, его везли потихонечку, медленным шагом. В маяках братья со скита вышли навстречу, и все попрощались с ним, поцеловавши его десницу. Когда его привезли сюда, в Святую Обитель, и он, причастившись, лежал в своей келье и радовался, что он в родных стенах в своей обители. Итак, отсюда, из этих стен святых, из первого корпуса, его душу Господь забрал в вечность, чтобы там вместе с Божьей Матерью, с чудотворцем Великим Николаем, покровителем нашей Святой Обители, чтобы там ходатайствовать и молиться за нас грешных. В житии преподобного Архимонрита Германа мы видим дивное преображение благодатью Божией, его души. Он был из купеческой многодетной семьи города Нежина. Отец его был грек, а мама была из старообрядцев, перешедших в единоверчество. Семья была очень благочестива. Жили рядом возле Веденского монастыря в городе Нежине посещали монастырские службы, где он еще мальчиком сподобился пророчества от схемонахини, которая проживала в Веденском монастыре города Нежина. Впоследствии он занялся купеческим делом. И причем дело было такое купеческое, как бы доходное, пушной промысел. Он ездил в Сибирь на ирбитские знаменитые Макарьевскую ярмарку и жил обыкновенной мерзкой жизнью. Он даже сам о себе говорил, что ведь основные такие по рукам били купцы, не письменными договорами подписывая, а доверяют друг другу на слово. И часто в кабаках происходили сделки с ирбитскими купцами, торговавшими пушниною. И однажды он во время своей купеческой поездки приехал в Москву и зашел в Чудов монастырь. А там как раз совершался монашеский пострих. И он сказал, преподобный Герман потом говорил, «Я зашел в храм монастыря Чудова абсолютным мирянином, с мирскими настроениями, с мирскими ценностями, а после того, как я увидел пострих и помолился и прочувствовал это все, я вышел оттуда и по помыслам и по душевным стремлениям абсолютным монахом». И он сначала в Глинскую пустыню, потом с братьев перешел сюда по благословению и возобновлял нашу святую обитель после долгого времени ее закрытия, после Екатерининского закрытия. И та хозяйственная черта, хозяйственная жилка отца Германа, которую он стяжал в миру, и та благодать Божия, которую он воспринял как Мария Египетская, сразу Господь коснулся его души и преобразил его душу. И в свое время владыка Алипий, благословляя совершать монашеские постриги, он говорил, чтобы всегда на постригах присутствовали паломники. Ведь когда-то отца Германа Господь именно на монашеском постриге обратил на путь монашества. Поэтому пускай и мерзкие люди присутствуют на монашеском постриге, глядишь, кого и из них Господь души коснется. И так оно и есть, братья и сестры. И так оно, и в наше время мы видим скид в Богородничном, скид в Адамовке. Но почему они образовались, эти скиты? Когда-то матушки сказали, что вкус к монашеству, стремление к монашеству мы почувствовали в Святогорской лавре, приезжая туда паломницами простыми. И мы хочем, чтобы где-то монашеская женская община была рядом возле Святогорской лавры. И так мы основались сначала в Богородничном, а потом и в Адамовке, женские монашеские общины, которых тоже сердца коснулась именно вот здесь лаврская служба монашеская, постриги монашеские. Дай Боже, и каждому из нас, братья и сестры, ту благодать, которая присутствует на этом святом месте с древних времен. Ему название, как бы сказать, эта благодать дарует этому месту Святые Горы. Дай Боже, чтобы эта благодать Божия была всегда с нашей обителью, чтобы покрывала нашу обитель, всех вас, любящих, это святое место. А преподобный Герман, память которого ныне, он более 30 лет молился здесь и за эту обитель, и за братьев, и за паломников, молится и в сегодняшний день. Молятся, братья и сестры, видя воздыхание каждого из вас, видя каждую вашу слезу пролитую, видя ваши сердечные надрывные молитвы. Дай Боже, чтобы по молитвам преподобного Германа, архимандрита Святогорского устроителя и попечителя и молитвенника этой святой обители, Господь сохранил всех нас с любовью, почитающим Его святую память. Аминь. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! И каждое Христос воскресе и воистину воскресе – это тоже выстрел, только по аду и по дьяволу, и по грехам по нашим. Поэтому, братья и сестры, чаще, пускай это слово звучит не только на Светлой Седмице, но Серафим Саровский, Тот всю жизнь восклицал Его. Христос воскресе! Христос воскресе! А то еще раз они получили по залпу. Помоги Господи, храни всех Господь, Божья Матерь, Игумене Святой Обители по молитвам преподобного Германа. Подписывайтесь на YouTube-канал Святогорской Лавры и Вы всегда будете в курсе новостей обители. А чтобы совершенно ничего не пропустить, установите уведомления обо всех обновлениях нашего канала, нажав на колокольчик под этим видео. Следите за новостями Святоуспенской Святогорской Лавры на официальном сайте и в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok